Получить часть суммы за интернет-покупку и сэкономить время. По такому принципу работают сервисы кэшбэк. Привлекательные условия можно найти практически в любом виртуальном магазине. О каких реальных суммах может идти речь? И как получить этот самый кэшбэк? Обо всем по порядку в материале наших корреспондентов. Кэшбэк-сервисы работают просто. Заходишь на сайт, выбираешь нужный магазин, делаешь покупку, а потом получаешь несколько процентов от ее суммы обратно. Например, вы покупаете в интернет-магазине чайник за полторы тысячи рублей. С кэшбэком в 5% после покупки вам вернется 75%. Это часть скидки, которую продавец дал на свой товар. Другая часть уходит к кэшбэк-сервису за то, что он привел вас в магазин. Несмотря на то, что скидкой приходится делиться, активным пользователям кэшбэка иногда удается неплохо сэкономить. За предыдущий год, за собственные покупки, мы вернули 1010. В основном это были какие-то крупные покупки. То есть, например, я купил фотоаппарат за 30 тысяч. Кэшбэк составил 1200 с него. Как правило, процент кэшбэка зависит от количества магазинов в каталоге сервиса. Чем их больше, тем средний размер возврата меньше. Плюс на размер кэшбэка влияет и жадность сервиса. То есть, сколько от предоставленной продавцом скидки он берет себе. Средняя ставка, которая работает в большинстве случаев, это 5%. Но бывает, что можно и до 35% вернуть в некоторых предложениях. Или, например, когда действует акция «Двойной кэшбэк». Сначала деньги возвращаются в личный кабинет пользователя. До того, как вам доставят товар, на кэшбэк лучше не рассчитывать. В общей сложности вывод денег из сервиса может занять до 2,5 месяцев. Если вы вводите через электронный кошелек, ограничений нет. Если на карточку, смотрите на минимальные лимиты. Единственный лимит, который есть, это что пользователь должен накопить 500 рублей средств, прежде чем он их может вывести. Это связано с нашей бизнес-моделью. Все комиссии мы платим сами. То есть, пользователи не платят эти комиссии. Если претендуете на кэшбэк в зарубежном магазине, будьте готовы, что его размер не совпадет с вашими расчетами. Дело в том, что он начисляется в долларах. Ну а потом каждый сервис конвертирует его по своему курсу. Некоторые переводят по реальному курсу либо электронных денег в «Эбмане», либо вообще просто придумывают курс и назначают его. Поэтому, если подходить так уж прям сильно формально, то кэшбэк будет немножко отличаться. Причем как в большую сторону, может, так и в меньшую от рублевой суммы покупки. Другой вариант – кэшбэк на банковской карте. Здесь, правда, возврат намного скромнее, не больше 1%. По отдельным категориям товаров кэшбэк может достигать и пяти. Но их выбор, как правило, невелик. Зато в таком случае деньги по кэшбэку придут быстрее, чем через интернет-сервис. Бывают ситуации, когда кэшбэк начисляется практически каждый день, спустя, например, 2-3 дня после того, как была совершена операция. Но либо в большинстве случаев это начисление происходит примерно раз в месяц. Когда клиенту формируется выписка, и имеется выписка, клиент узнает, что ему за период предыдущего календарного месяца был начислен тот или иной размер возврата покупок. Деньги на кэшбэк дает либо сам банк, мотивируя клиента пользоваться картой, либо магазин. Ограничения здесь тоже есть. В большинстве случаев банки готовы возвращать по кэшбэку не больше 3-5 тысяч рублей в месяц. Что выгоднее – кэшбэк от банка или от интернет-сервиса? Зависит от того, где и что вы покупаете. В любом случае, ничто не мешает на всякий случай попробовать оба. Я лично в прошлом году завела себе специальную карточку с кэшбэком от банка и решила сравнить. Но оказалось, что сравнивать нечего, надо просто использовать и то, и другое. Ярослав Ярославцев, Алексей Гусаков, Александр Строженко. Москва, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова